Каждый думающий врач – это как каскадер. Здесь риск за жизнь пациента. Не каждый может, наверное, идти на такую трудную стезию. Здесь должна быть какая-то внутренняя сила. Я всегда хотела быть врачом, мечтала быть врачом. И я считаю, что это просто мое призвание. Медицинский работник должен быть в первую очередь любить свою профессию, должен быть ответственным. Это, я думаю, то, чем бы я хотела заниматься, если бы еще одну жизнь мне выдали. Вирус завезен извне. Десятый случай коронавируса подтвержден в Казахстане. Есть риск дальнейшего распространения болезни. Пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Март 2020-го. Приостановится мероприятие, опустеют улицы. На границе городов появятся блокпосты. Невидимый враг подкрадется незаметно. На слуху у каждого будут слова «карантин», «коронавирус», «локдаун». Каждый закроет дома дверь на замок. Здоровье каждого станет важным приоритетом. В тот день объявления чрезвычайного положения в Казахстане свой 20-летний юбилей должна была праздновать первая частная клиника в стране медицинский центр Жасказган корпорации «Казахмыс». Однако у ковида были свои планы. Врачи клиники, как и все медики в стране, вмиг стали спасителями нации. Первыми, кто бросится в поле боя с невидимым врагом, теми, кто будет рисковать жизнью ради спасения граждан. Хотя понимание того, что дальше будет происходить, пришло не сразу. Мы приобрели определенный опыт за это все время. Человеческий фактор и роль врача очень большая. Но и для врача это была очень неизвестная и новая ситуация и болезнь. Медицинская деятельность, она коллегиальна, но с персональной ответственностью. И во время пандемии каждый проявил вот именно свое. Проявили мужество, стойкость духа и сделали все, чтобы снизить распространение вируса. На войне, как на войне. Все, кто давал клятву Гиппократа, стали на передовую борьбы с пандемией. Однако одних человеческих ресурсов было недостаточно. Успешное лечение зависело от технического оснащения. Страну в столь нелегкий час поддержал крупный бизнес. Корпорация «Казахмыс» снабдила клиники Карагандинской области всем необходимым медицинским оборудованием и лекарствами. Поток больных не прекращался. Врачи не видели семьи месяцами. Однако они смогли сдержать ковид. Поскольку девиз медицинского центра «Жесказган» – пациент превыше всего. Жесказган – колыбель отечественной меди. В городе, где бьется сердце Родины, бьются сердца около 85 тысяч казахстанцев. Каждому из них в той или иной мере необходимы качественные медицинские услуги. Их оказывает медицинский центр «Жесказган» – современная частная клиника с доверительным управлением компании «Казахмыс». Многопрофильность, собственная лаборатория, современные методы диагностики, уникальное оборудование и квалифицированный персонал. На рынке медицинских услуг клиника представлена с 2000 года. Нередко славится проведением сложнейших операций. Женщина была с длительным бесплодием. Мы сделали реконструктивные операции на маточных трубах, открыли, после которых она благополучно забеременела. Я ее сам наблюдал и сам принимал у нее роды. Поэтому такое получается очень, наверное, не так часто, но этим можно гордиться. Мы ее до сих пор помним. Сейчас в городе они здороваются. Это половина детей, скажем так, города – это те, кто мамы, которые забеременели после моих операций. Гинекологическое отделение уникальное. Здешние врачи – единственные в регионе, внедрившие и хорошо осваивающие методы эндоскопической гинекологии. Операции тут делаются через проколы. Преимущество таких операций – это быстрая активизация для пациенток, низкий травматизм, отсутствие шрамов на теле и эстетический эффект. Всего в год проводится около 500 операций, большая часть из которых – лапароскопическим методом. Кроме того, с текущего года медцентры проводят операцию по эмболизации маточных артерий. Такая процедура доступна лишь в нескольких городах Казахстана. Редактор субтитров А.Семкин У меня мама медик, она акушер, средний медработник. Я часто слышал от нее разные истории, литературу почитывал. Поэтому мне как-то зародилось, я уже выбрал точный путь, я знал, куда я иду и зачем я иду. У меня супруга медик, сын у меня учится на втором курсе томатологического факультета. Ну и дочка собирается тоже посвятить о медицине. Папа, мама, я – медицинская семья. Таких историй у тех, кто носит белые халаты, предостаточно. Для некоторых продолжать трудовой династию – честь, для других – призвание. У меня отец мечтал быть хирургом, к сожалению, мечта не сбывалась. И он воплотил во мне эту свою мечту. С детства он всегда говорил, будешь врачом – врачом. И мама у меня тоже медик. Много лет стала в медицине. Благодаря им стал врачом. Бекулат Шаймаганбетов развивает в медцентре интервенционную кардиологию. Ее применяют для лечения пораженных коронарных артерий и определенных нарушений сердечного ритма. А наиболее распространенным методом исследования при лечении больных артерий является коронарография. В 2018 году, благодаря государству частному партнерству между Акиматом Карагандийской области и ТО Корпорацией «Казахмыс», наш регион, точно нашу клинику, купили ангиографию нового G530. В 2018 году ее инсталляция была, и в мае 2018 году мы начали развивать интервенционную кардиологию в нашем регионе. Впрочем, медицинский центр поставкой ультрасовременного оборудования от ведущих мировых производителей, корпорация «Казахмыс» радует часто. В медном гиганте в полной мере понимают значимость диагностических исследований и проведения высокотехнологичных операций. В прошлом году компания закупила для медцентра два компьютерных томографа фирмы «Сименс». Один установили в филиале в городе Сатпаев, другой – в самой клинике. Немецкий аппарат, установленный в Жесказгане, имеет 128 срезов и не имеет аналога в стране. Впрочем, это еще не все. Сейчас, в данный момент, рассматривается корпорация «Казахмыс» с покупкой ядерно-магнитного резонанса. То есть, на сегодняшний день наша клиника имеет два компьютерных томографа. Я надеюсь, что это будет первое полугодие 2022 года, будет поставлен ядерно-магнитный резонанс. То есть, это, опять же, для улучшения качества диагностики. Диагностики во всех направлениях. Как известно, услуги медцентра доступны каждому жителю страны. Однако, основная деятельность врачей направлена на промышленную медицину. Клиника имеет 43 здравпункта на всех объектах корпорации «Казахмыс». Большая часть из них располагается на Садпаевской площадке. Также к медцентру относятся клиника в Садпаеве и поликлиника Балхаше. Медучреждения охватывают услугами свыше 37 тысяч сотрудников «Казахмыса». Тем временем, на здравпунктах врачами медцентра ежедневно проводятся предсмены медосвидетельствования работников и мониторинг артериального давления рабочих, состоящих на учете. Также проводим физиолечение, манипуляции, курсы реабилитации лиц, которые состоят в контрольной группе с подозрением на профзаболевание. За счет корпорации «Казахмыс» проводятся данные курсы лечения на здравпункте два раза в год каждому работнику и один раз в год в стационаре. Как отмечает Людмила Угай, при любом происшествии необходима экстренная и квалифицированная медицинская помощь, поэтому роль сотрудников медцентра довольно значимая. Для медицинских работников промышленной медицины такие слова, как профессионализм и милосердие, это не просто слова, это основные медицинские и этические принципы, с которыми мы живем ежедневно и работаем. А это кадры Болхашской поликлиники медцентра. Сюда прикреплено 7800 человек, большая часть из которых – казахмысовцы. Поликлиники уделяют особое внимание повышению квалификации врачей. За последние три года она повысилась на 25%. В перспективе, конечно же, имеются планы по выведению нашей поликлиники на уровень выше. Эти планы, я думаю, не в столь далеком будущем исполнятся, а именно акцент, конечно же, на реабилитацию. Помимо лечебного процесса, помимо наших основных задач, еще процесс реабилитации тоже не стоит для нас закрытым. По словам Даурена Аманкулова, в рамках реабилитации в поликлинике открыт дневной стационар на 14 коек. Вопросы восстановления здоровья после перенесенного лечения в медицинском центре в приоритете. В текущем году при клинике открылся детский центр, специализирующийся на реабилитации детей с ограниченными возможностями. Кстати, все расходы по лечению подрастающего поколения полностью за счет казахмыса. Между тем, реабилитационные мероприятия проводятся и в центре доктора Бубновского. Да, при клинике осуществляют свою работу филиал знаменитого профессора и основателя современной кинезитерапии. Сотрудники центра строго соблюдают все принципы метода реабилитации Бубновского. Установлены все необходимые тренажеры. Пандемия COVID-19 стала большим вызовом для системы здравоохранения во всем мире. Вакцин хватает, лечить коронавирус медики умеют, но важно в этой связи обратить внимание и на постковидные состояния пациентов. Медцентр Жизгазгана разработал программу реабилитации заболевших коронавирусом. Работает с этими пациентами мультидисциплинарная команда, в состав которой входит терапевт, пульмонолог, реабилитолог, физиотерапевт, инструктор ЛФК. И реабилитация, в общем-то, направлена в основном на восстановление дыхательной функции организма. Тем временем, осознавая свою социальную ответственность перед населением и для своеобразного вклада в борьбу с ковидом, медцентр временно переоборудовал филиал в Сатпаеве в ковидный госпиталь. При клинике также появилась первая ПЦР-лаборатория в городе. Но медики радуются тому, что пациентов становится все меньше и меньше. После успешной выписки и они смогут пройти курс реабилитации в медцентре. В мультидисциплинарной команде участвует также психолог, потому что многие больные после этой инфекции остаются в депрессивном состоянии. Ну и в дальнейшем после реабилитации в условиях стационара пациенты продолжают реабилитационное восстановительное лечение уже на амбулаторном этапе. Ими занимаются семейные доктора. Светлана Картаева, кстати, в текущем году отмечает 20 лет работы в медцентре. Уверяет, есть много что вспомнить. А вот ее коллега, руководитель лабораторной службы Елена Рыбко, в клинике самого основания. Первый рабочий день в медцентре для него запомнился двумя полупустыми кабинетами. Это сейчас современная лаборатория, где в день проводится до 2000 исследований, и результат приходит спустя несколько часов. Как отмечает Елена Рыбко, на становление лабораторной службы повлияла ее командировка в Германию. Произошло не только знакомство, общее знакомство с принципами работы лаборатории, но и с основными методами, которые применяются, с какими-то новыми подходами. И именно после этой командировки мы вплотную занялись автоматизацией, занялись внедрением информационных систем и, в общем-то, полностью реорганизовали нашу лабораторию. А командировка, впрочем, была в университетскую клинику немецкого Фрайбурга. С ними медцентр успешно сотрудничает с 2004 года. Кстати, в том же году клиника была признана лучшей в Германии. За весь период сотрудничества реализовано 50 совместных проектов. Внимание заслуживает телемедицина. Благодаря современным технологиям, например, можно провести в Жасказгане любое исследование КТ и отправить врачам Фрайбурга. После, в течение 48 часов, можно будет получить мнение немецких профессоров. Между тем, международных партнеров стало больше. Два года назад Казахмыс заключил меморандум о совместной работе и сотрудничестве в области медицины с госпиталем Северанс, ведущей клиникой Южной Кореи. Новые наши проекты, именно проекты, направленные на повышение квалификации врачей и внедрение новых технологий. Я хочу сказать, что университет Йонсел имеет 13 аппаратов Да Винчи. То есть, эта рапортизированная хирургия, это на сегодняшний день один из самых передовых методов. Я очень мечтаю, что когда-то мы поставим тоже аппарат Да Винчи в медицинском центре, и вот именно в Джазгазганской, Утамской регионе будет именно рапортизированная хирургия. Медицинский центр Джазгазган оказывает услуги населению по всем основным медицинским специальностям. Имеется лицензия на медицинскую деятельность с приложениями на 81 под вид деятельности. Клиника вновь подтвердила высокий стандарт качества. В текущем году медцентр прошел национальную аккредитацию, получив первую категорию со сроком на три года. Высокие достижения медцентра отмечает и профессор Карагандинского медицинского университета Лариса Бадина. Что мне нравится в этом центре, я его знаю очень давно. У нас медицинский университет имеет договор с центром совместной работы лечебной, диагностической, консультативной. Наши резиденты долгое время работали там на практике и сейчас работают. Много наших выпускников там работает. Очень удачно. Молодых специалистов в клинике, между тем, предостаточно. Ситуационный центр медучреждения возглавляет квалифицированный и перспективный специалист Айдана Сламбекова. На ее плечах осуществление автоматизированного мониторинга и контроль качества деятельности всей медицинской службы. Цели и задачи ситуационного центра являются, в первую очередь, сбор и систематизация информации по индикаторам, также мониторинг и оценка по индикаторам ситуационного центра непосредственно информационной системе. Также идет оценка их деятельности, оценка участковой службы и контроль за их деятельностью. Впрочем, частная медицина в Казахстане развивается. По данным Министерства здравоохранения страны, на июль 2020 года в республике зарегистрировано 1178 амбулаторно-поликлинических и 213 больничных организаций негосударственного сектора здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению. И медцентр Жасказган – один из ярких примеров успешного функционирования частной медицины в стране. Медицинский центр в городе Жасказгане, я считаю, одним из лучших учреждений у нас в регионе. Все новые технологии диагностического лечебного процесса внедряются в этом учреждении. Там проводят, вот если взять кардиологических больных, коронарографии. За последние три года проведено больше тысячи стентирований по результатам коронарографии. И, что очень важно, там хорошо построена реабилитационная работа. Меняется время, но неизменно в медицинском центре одно – стремление к высоким европейским стандартам и внедрение новых технологий. Корпорация «Казахмыс» осознает свою социальную ответственность перед населением и продолжает осуществлять поддержку клиники, оказывая значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Совместные усилия на всеобщие блага. Важен каждый. Медицинский центр «Джизгазгана» – это, прежде всего, уважение к пациенту, высокопрофессиональный коллектив и современные медицинские технологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok